Шведское правительство уверяет, что готово принимать более решительные меры против дальнейшего распространения вспышки коронавируса. Об этом заявила заместитель премьер-министра Изабелла Левин. Такие заявления официального Стокгольма последовали после того, как Швеция стала объектом пристального международного внимания, когда власти решили не вводить строгие ограничения, аналогичные тем, которые наблюдаются в Европе и США. Это большой миф, что жизнь в Швеции идет нормально. Это абсолютно не так, сказала шведский политик. Как пример, приводятся обанкротившиеся предприятия, количество временных увольнений, падение индустрии туризма и рост безработицы. Местные власти признают, что не все в Швеции следуют совету правительства, которые включают в себя социальное дистанцирование. Одновременно они предупреждают население и бизнес, что в случае их отклонения от рекомендаций могут быть приняты более жесткие меры. Строгие предписания вынесены сейчас в отношении традиционных гуляний в Альпургиевых ночей в конце апреля и первомайских демонстраций. Не рекомендовано проводить и школьные выпускные вечера. По мере того, как появляется весеннее солнце, мы также видим тревожные сообщения о полных открытых террасах в ресторанах. В некоторых местах многолюдно, и мы должны относиться к этому серьезно. Позвольте мне быть предельно ясным. Я не хочу видеть ни одного переполненного ресторана под открытым небом. Сейчас это серьезная ситуация, и пришло время следовать руководящим указаниям и взять на себя ответственность. Потому что в конечном итоге речь идет о том, чтобы помочь системе здравоохранения и их персоналу.